Александр Попов, я стал богатым человеком и теперь заявляю о своей прибыли в размере 307 700 долларов и именно с этой суммой я выхожу на круг богатых людей. Отлично, поздравляем! Мы закончили денежный поток в Украине, это тренинг. Мы сегодня на очень крутом событии, это магия утра. Когда речь идет про настоящие деньги, люди будут не такими на самом деле вежливыми и более настырными, так что иногда времени может быть на решение принятия еще меньше. 25 в банк, все, условия обозначены, я уже не буду их менять. 25 в банк, 3000 мы их комиссионные. Идешь с нас? Я не знаю, мне... Саша, вы идете с нас? Я прошу прощения за изначально не ту, не те данные, не 4, а 3 франшизы я покупаю. 75 тысяч. Окей. Вы сказали да. 8 тысяч, да? Да. Мне нужен кредит на 2 тысячи. Как раз мне 2 тысячи тогда, я даю 10. Запишите. То есть вместо 8 я даю 10. 25, но с моими комиссионными 28. То есть я как новичок, и которая впервые пробовала, для меня первый раз... Ты будешь продавать? Вы задаете мне вопрос. Ты будешь продавать? Нет, зачем мне продавать? Я еще не выплатила кредит. То есть я боялась сделать какой-то первый шаг, потому что для меня это все новое. У меня какие-то вот такие вот принципы и понятия, что пока ты медленнее не идешь, медленнее, спокойнее и надежнее. Но это не работает, это неправильно. Действительно, надо быстро адаптироваться. Для меня это все новое, и я очень много для себя взяла полезного. Жаль, что вот недостаточно я приумножила свой капитал, но я думаю, что все впереди. Спасибо большое. Спасибо тебе за отзыв. Спасибо. Девушки, вам есть что сказать? Да, конечно. Чему полезному научилась? Я играла в первый раз, но очень интересно в том плане, что действительно это как маленькая подготовка к реальной жизни. Это, конечно, все условия упрощенные, да, конкуренции, вот это давление, оно нету такого, как в жизни реальной, но оно показывает хотя бы в каком направлении нужно думать, в каком направлении нужно стараться двигаться. И хотя бы какие-то примерные для себя планы можно поставить уже даже здесь. И видеть, как это можно попробовать хотя бы применить в жизни. Окей. Давай. Я выхожу на большой круг богатых людей. Одно с подушкой 16300 и с доходом 156500. Долларов в месяц. Долларов в месяц. Поздравляю. Вот что вы почувствуете в этом момент? Пока не отвечать, это как бы вам наподумать вопрос. Что я чувствую, когда мои знакомые неожиданно и быстро становятся очень богатыми и раньше, чем я? В первую очередь, учат уважительно относиться к деньгам. И, наверное, в первую очередь два. Правильно и быстро считать, собственно, деньги, то есть цифры и планирование. Планирование – это то, что я понимаю для себя, это самое главное для меня на сегодняшний день. Планирование – это позволяет понимать, к чему идешь и правильно считать то, что ты в итоге должен получить. Ну и, естественно, считать то, что ты уже получил. Без этого никак. Хорошо, спасибо большое. Так, Александр, скажешь пару слов? Да, игра очень интересная. Жалко, что мы ее не прошли по полному кругу, как положено. Но действительно, как Павел сказал, научить считать деньги и вовремя оценивать ситуацию. Когда у других есть возможности скооперироваться, получить вместе с ними прибыль. Или, опять же, благодаря людям дать возможность заработать себе и другим. Поэтому, в принципе, игра жизненная, очень насыщенная в плане того, что жизнь такая насыщена моментами. Пропустил момент, упустил шанс. Поэтому очень интересно именно в сжатом варианте, когда ты играешь это со всеми людьми. И очень интересно смотреть на реакцию других людей. Потому что, когда ты смотришь на свои действия, ты не оцениваешь их стопроцентно так, как это со стороны. Но когда ты видишь, когда это происходит за столом у других людей, моральная дилемма с деньгами, это очень наглядно и очень жизненно, помогает жизни. Спасибо большое. Благодарю. Я бы добавил еще один момент. Действительно, очень важный навык. Навык коммуникации. Потому что те переговоры, которые мы здесь проводили, они учат именно коммуникации. Причем коммуникации в жестких каких-то условиях рынка. Хотя, конечно, эти условия были совсем не жесткими. Потому как все-таки все вежливые люди собрались для того, чтобы получить удовольствие прежде всего и, конечно, чему-то научиться. Но, тем не менее, навыки коммуникации, которые здесь мы получаем при тренировке проведения переговоров, они наверняка помогут и чему-то могут. Спасибо вам. Большая благодарность за такую игру. Вообще, за компанию и всем. Ну что, почему я научилась? Научилась себя видеть со стороны. Наверное, немного. Правда, игра – это... Ну, я была такая же, наверное, как и в жизни. Есть минусы. Много. Но понимаю, над чем надо работать. Хорошо. А над чем ближайшим ты будешь работать в реальной жизни? Ну, сейчас, наверное, преодолевать буду страх. Вернее, я его уже преодолела. И думаю, нужно брать кредит и вкладывать туда, куда я думала вкладывать. Ну, его надо правильно просчитать. Да. Да. В принципе, он уже просчитан. Просто нужно довести дело до... Спасибо большое. Спасибо. Виктор, есть пару слов у тебя? Да, очень интересно было. Это как такой маленький переговорный тренинг, в первую очередь. Очень интересно, можно пообщаться. И, ну, как бы, наверное, учит замечать какие-то неочевидные возможности, которые есть на рынке. То есть, если ты работаешь в чем-то одном, то ты обычно изучаешь эту сферу. А деньги зарабатывать можно многими способами. Ну, и здесь такое... Показано, как бы, на реальных условиях. Продаем? Да, по очереди. Я продаю одежду и пауэрбанки. Сколько? Сколько? Пять того, пять того. Ты записываешь и говоришь мне, сколько денег тебе дать. И один электротовар. Продолжение следует...